Тематическая школа расстройства пищевого поведения состоялась 22 июля в Морозовской детской городской клинической больнице Департамента здравоохранения города Москвы. Расстройства пищевого поведения у детей приобретают все большее распространение. Мы видим тенденцию поступления к нам в стационар достаточно тяжелых детей в тяжелом состоянии и нам хотелось рассказать со стороны не только гастроэнтерологов, педиатров, но и осветить проблему со стороны эндокринологов, неврологов, диетологов, нутрициологов, потому что это очень важно. Эта конференция разноплановая, то есть не только человек, который худеет, именно у него какое-то расстройство пищевого поведения, а обязательно надо искать другие заболевания, не только пищеварительного тракта, но и неврологические заболевания, и психологические. Важную роль в лечении расстройств пищевого поведения играют не только психологи, но и детские психиатры. В тенденции, наверное, последних двух-трех лет дети сами обращаются к родителям и просят записать их на прием к психиатру. Ну, родители пребывают некоторое время в стрессовом состоянии от этого, говорят о том, что ты придумала, это мода, это там подружки тебе что-то наговорили, ты много читаешь там психологических блогов. Ну, проходит 6-12 месяцев, и дети все-таки их дожимают, потому что клиническая картина разворачивается какая-то. Прислушивайтесь, прислушивайтесь к детям. Родители являются основной группой поддержки, поддержки своего рода коучами ребенка. Они помогают непосредственно в момент ухудшения состояния справляться с негативными мыслями, с компенсаторным поведением, желанием очищаться и так далее. И в целом поддерживать ребенка на всех этапах выздоровления, чтобы все-таки жизнь ребенка не сводилась только к одному приему пищи, а выглядела как нормальная жизнь подростка с расширением всех сфер жизни.